Эхо Москвы представляет программу Гонопольская. Итоги недели без Евгения Киселева. Либо одной из американских сетей быстрого питания, которая то ли с перепуга, то ли чтобы постебаться, тут же переименовала этот вид кофе на самом деле. Однако хочу вот что сказать. Во-первых, Медведев не давал никакого руководящего указания переименовывать кофе. Думаю, через пару дней мы увидим какой-то закон от Мизулиной, где будет указание все называть щами, одежду лаптями, обувь. Второе, это то, что фото Русиано, настоящее фото Русиано, есть в интернете, и его все видели. Там фото гигантской 100-литровой кастрюли, из которой в граненые стаканы наливают какое-то коричневое пойло. Вот это советское Русиано. Все мое детство, во всех столовых, вот это Русиано уже продавалось. Только по какой-то ошибке, потому что не было Дмитрия Анатольевича, оно называлось кофе. Еще в нашей семье было два Русиано. Цикорий вместо кофе, такие коробочки. И было написано, цикорий. Мама мне говорила, хочешь кофе? И давала мне этот цикорий. И был еще ячменный кофе. Там был ячмень, но не было кофе. Вот это тоже был Русиано. Желудевый еще один. ароматного кофе эспрессо 20-30 грамм в Италии, причем не в центре, на окраине, в кафешке, стоит почти евро. То можно смело сказать, что в этих всех сетевых огромных стаканах точно Савитиано или Русиано. То есть то, что кофе имеет отдаленное отношение. А что касается Медведева, то тут, как вы знаете, говорят, что снова Путин может ему уступить место для себя попой греть вот это президентское кресло. Так вот, как ему президентом быть, Медведеву, со всем этим грузом слов, они, конечно, все в граните отлиты, но все равно сказаны на посмешище. Это программа «Итоги недели» без Евгения Киселева, Алексей Соломин, Алексей Нарышкин, Матвей Гонопольский, Марина Лелякова. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Добрый вечер. Здравствуйте. Вы попили уже Савитиано, Русиано? Нет, я давно пью только воду и ем черный хлеб. Готовлю себя к худшему. Я Русиано уже в свое время напился, больше не могу. Больше не могу. А мне нравилось в школе, я бы вот тот, который давали в школе, мне нравился. Да, это был, конечно, не вкусный. Так вот это было вот этот Савитиано из... Да, конечно. Вкусный. Да, конечно. Родной. О чем разговор? Из натуральных. Когда другого не попробуешь, все нравится. А зачем, если нравится? Зачем? Вот нравится, и все. Зачем мне другое? Я удовольствие получаю от жизни. К тому же, говорят, он полезный. Есть один человек, который получает удовольствие. Нарышкин, мы лишние на этом празднике. Слушайте, а вы-то сами там что хлебаете? Русиано? Глоток у вас жадный был сейчас такой? Нет. Стоит на канале кофемашина. Джура называется такая. Ну, стандартная кофемашина. И... Кстати, в этих кофемашинах, Даже больших. Знаешь, таких, В которых можно выбрать себе кофе разный? А, я думал, это кулер. Там все по-честному. Там милится кофе, И делают тебе нормально кофе с молоком. Нормальный, нормальный. Поэтому, вот, главная у меня, конечно, претензия к сетям. Хотя, вроде, они это честно делают. И там стоят машины, И тоже милится кофе. Но они же все это дело разбавляют. Вам большую? Большую. Вам сиропчик дать? Дать. Ну, и, в общем, ты пьешь нечто странное. Но, как говорит классик удовольствия Соломин, Ему это нравится. Давайте начнем. Это программа «Донопольская». Итоги недели без Евгения Киселева. События недели. События. Событием недели стал арест бывшего министра уже экономического развития Алексея Улюкаева. Это история действительно сюрприза для всех нас. И, я думаю, что для ближайшего окружения Путина. Если мы вспомним первый комментарий Дмитрия Пескова, то он даже не знал, доложили ли президенту. Тот самый ночной комментарий еще. А Песков, безусловно, человек из, наверное, самого ближнего окружения президента. Улюкаев не самая громкая фигура из так называемых системных либералов. Поэтому, как мне кажется, это все-таки не удар именно по системным либералам. Улюкаев действительно последовательный. Действительно мощная фигура. Но, к примеру, позиции Кудрина гораздо более радикальные, как мне представляется. В силу того, что он не обременен должностью и не связан корпоративной солидарностью. Хотя, где Кудрина, где корпоративная солидарность. На внешнем контуре, то есть, Улюкаев, с моей точки зрения, не был такой проблемой. Вот на внутреннем, судя по всему, являлся. И, как говорят авторы хороших колонок, ищите, где деньги, тогда найдете ответы на все вопросы. Где деньги большие, имеется в виду, разумеется. А не те пресловутые 2 миллиона долларов, о которых только ленивый уже не отписался в Фейсбуке. Честно говоря, я сам изначально думал, что это некая месть. Задерзость, например. Говорят же, что вроде как угрожал. Может быть, просто что-то не то сказал. Но ни один человек мне уже сказал, что месть – это проявление сентиментальности. А в наше время, в таких кругах, это не является чем-то распространенным. Сейчас подобного уровня операции возможно только если Улюкаев или его так называемые высокие покровители действительно чему-то мешали. Найти чему довольно просто. Ищите, где деньги. История с приватизацией башнефти закрыта, но история с приватизацией Роснефти еще впереди. Меня смущало только одно, что Путин отрешил Улюкаева сразу, на следующий день, после того, как все узнали о его аресте. О его домашнем аресте. Ну, домашнем, в данном случае, аресте. Он утратил основание, он утратил доверие президента на основании, получается, стороны следствия. Судя по всему, с самим Улюкаевым президент не разговаривал. И, видимо, его объяснением не располагает. Возможно, это случилось из-за того, что он отказался дать показания на стадии расследования, воспользовавшись 51-й статьей. Да. Ну, вот ты это сказал. Значит, тут у нас есть, ребята, затруднение небольшое. Тут бы нам сейчас начать разловольствовать, анализировать. Нечего анализировать. И вот по какой причине. Вот, знаешь, в Украине очень много всяких тут коррупционных скандалов. И всякое это самое. И всех пишут, и всех снимают. И тут такая, значит, практика, что снимают день и ночь. И когда надо вот показать, что человек там чего-то такое делал, то все записано и все выкладывается на стол. И видео, аудио. Вот, например, недалее, как позавчера в Украине был такой, ну, разразился. Такой, значит, скандал удивительный. Тут закрыла... Тут есть такая женщина по фамилии Гонтарева. Это очень важно то, что я сейчас говорю. Я просто рассказываю это как пример. Есть такая женщина по фамилии Гонтарева. Гонтарева – это глава Центробанка Украины. Ну, там многие политики недовольны, хотят, чтобы она ушла. Почему? Потому что, в числе прочего, она закрыла очень много банков. Она сказала... У нас такое тоже бывает. Но здесь были закрыты огромное количество банков. И закрывала она их под соусом, что эти банки ненадежные. Она их закрывала, но люди не получали свои деньги. Те, у которых были деньги в этих банках. И вот смотрите, что произошло. Приходит один из политиков на эфир и говорит. А сейчас я предлагаю послушать некоторое аудио. Идут телефонные переговоры ее помощницы, удивительные. Где помощница главы Центробанка беседует с чиновником из одного банка, который собираются закрыть. И он ей подробно рассказывает, сколько денег из банка они уже вывели. Первый транш миллиард долларов, второй миллиард, второй транш 1,9 миллиард. Ну, в общем, что-то вот такие цифры. Так вот, все это видно, все это понятно. И ты понимаешь, идти тебе на Майдан или не идти. Вот история с Улюкаевым заключается в следующем. А был ли мальчик, а брался ли он за эти деньги, а были ли вот эти чемоданчики, или рюкзачки, или хозяйственные сумочки. Подождите, вам в нынешней стадии не хватает доказательств, что ли? А какие-нибудь, не знаю, сейчас Маркина нет, вместо него другая женщина. Какие доказательства? Какие доказательства нет? Алексей Нарышкин, родной. Алексей Нарышкин, если помнишь, сначала было сказано, что он взял деньги и их понес. И его взяли с поличным. Потом выяснилось, что он не взял деньги, а деньги лежали в какой-то ячейке. Потом выяснилось, что у него на руках... Нет, вы не поняли, просто я отказываюсь понимать, что это такое, поскольку мне говорят, идет расследование. Хорошо, говорю я, идет расследование, и слава богу. Но, говорить в передаче, почему его отстранил Путин, не Сечин ли руководит Россией? Слушайте, когда нас держат за лохов, мы должны, государство держать за лохов. Пока не скажете нам, чего произошло. А есть краеугольный вопрос всего этого дела, Соломин и Нарышкин. Держал ли он в руках эти деньги? Как вы знаете, он отказывается и говорит, что дело против него инспирировано. А поскольку у нас презумпция невиновности, то пошли они все в задницу. Давай зададим вопрос нашим уважаемым слушателям. Давайте, вот, у меня есть возможность вычислить в этой программе. У меня мнения нет, поэтому вопросов Соломина и Гонопольского вполне достаточно. Понятно ли вам история с Алексеем Улюкаевым? Вот весь комплекс проблем, связанных с ним. Арест, отстранение и так далее. Домашний арест. Если вам в этом деле, в этой истории все понятно, 660-06-64. Если остаются вопросы, 660-06-65. Начался подсчет ваших голосов. Понятно ли вам история с Алексеем Улюкаевым? Все вот это вот дело, о котором мы узнали на этой неделе. Если понятно, 660-06-64. Если остаются вопросы и не все ясно, 660-06-65. Да, пожалуйста. Ну, понимаешь, это называется лошаризация населения. Почему? Когда у нас же все показывают, вот задержали, вот он стоял, вот он берет и так далее. Здесь удивительная история. Ничего нам не показывают. Может быть, они скажут, пожалуйста, вы знаете, это не для вас, это тайна следствия. Мы не хотим показывать. Да, но если надо показывать, как тот кто-то трахается с девочками, да, как кто-то там, не знаю, что-то проносит, выносит и так далее. Все же это показывается. А здесь удивительная загадочная история. То есть, это двойные стандарты вам не нравятся. Если вы показываете, то показываете все. Не двойные. Задача, вот послушайте, это называется, я не знаю, чего там они решают по бабкам, но то, что они от Сирии, от Украины отвлекают внимание, рассказывают нам, что этот злодей, значит, что-то там украл, брал какие-то, ну, я уже даже не буду говорить, что 2 миллиона в наше время, Улюкаев, министр экономического развития, 2 миллиона. Ну, не смешите меня. В общем, короче говоря, давайте результаты голосования. У нас много интересных, хороших тем. Давайте. 21% слушателей говорят, что им история с Улюкаевым ясна до конца. У 79% слушателей вопросы возникают. Да, я только хотел сказать в дополнение к своему тезису. Вот чего, извини, просто я вопрос задам, на который не будет ответа. Вот чего понятно этому 21%? 21% понимает, что в России все воруют, и министра тоже нас не без греха. Это такое обывательское представление. Вот это простая часть аудитории, я могу так допустить. Или это какие-то, не знаю, представители силовых структур, которые знакомы с материалами дела, и они видят, что дело построено ни на чем. И поэтому для них это все ясно, они видят, что обвинения какие-то там шито белыми нитками, как говорится. Хорошо, пусть будет так. Я хотел только сказать в дополнение к своему тезису про атаку на системных либералов, которые вы не поддержали и не стали развивать в разговоре. Видимо, для вас это очевидная вещь. Почему я не считаю это атакой на системных либералов, хотя об этом многие говорят. Потому что власти прекрасно понимают, что в руках системных либералов у нас сейчас вся финансовая система страны. И не потому, что они такие великие силовики и все контролируют, а просто потому, что кроме системных либералов никто ей управлять не сможет. И ваше руководство это прекрасно понимает. Это кто сказал, что ей никто управлять не сможет? Это мое мнение. В смысле, мнение о том, что... Может быть, ты не зайдешь до нас и скажешь, объяснишь свое мнение, что вот есть только люди, которых ты называешь системными либералами, и только они могут управлять вот этим загнивающим народным хозяйством, падающим. Это не народное хозяйство. Почему только... Вы смешиваете все в одну кучу. Как раз-таки разные люди управляют разными вещами. Финансовая система и Центробанк управляют Центробанк, и финансово-экономический блок, частью которого... А то я этого не понимаю. Ну, почему только... Потому что альтернатива системным либералам это Глазев. И вы прекрасно, наверное, понимаете, что будет с финансовой системой, если ей... Ничего, все будет нормально. Все будет нормально. Зря вы так думаете. Почему? Надо дать ему шанс. Потому что вы проиграетесь совершенно в другой стране. Я и так просыпаюсь в другой стране. Давайте мы не будем гадать, просто с вами поспорим. Только я даже не могу такую сумму, потому что в случае, если вы проиграете, деньги будут совершенно... То есть ты имеешь в виду, что вот если завтра назначат Глазьева, да? Да. Человек, о котором... Мы все умрем. Он написал, у него есть своя, ты знаешь, много лет он там холит и лелеет свою модель экономического развития. Ты считаешь, что это ужас, ужас, ужас? Кто это сказал? Мне кажется, что если действительно будет руководить финансовой системой, то ваша зарплата или ваше накопление, они превратятся в пыль. Да. А то они не превратились в пыль. Нет. Знаешь, вот если бы Владимир Владимирович Путин думал, как ты... Они просто немножко быстрее парились. Вот действительно. Если бы Владимир Владимирович Путин думал, как ты, а мы знаем, что год вели, как утверждают нам силовые структуры, год вели, значит, Улюкаева. Вот год его вели. При этом премьер ничего не знал. А президент, напротив, знал. И получается, что злодея вели, а он вел страну к краху. Ну, как может быть человек, у которого возникло подозрение к нему, и его ведут год, а он продолжает руководить экономическим развитием страны? Потому что, еще раз, это не связано с его работой. Это не связано с тем направлением, курсом, который он продвигал или защищал. Поэтому это еще одно доказательство, что это не атака на системных либералов и не на их политику. Хорошо. Договорились. Мы имеем право остаться при своем мнении. Давайте, поехали дальше. Это программа «Гонопольская». Итоги недели без Егения Киселева. Герой недели. Герой. Действительно герой. Действительно. Тот редкий случай. Заинтриговали всех. Житель Томска стал героем на этой неделе. Денис Карагодин. Эта фамилия многим уже известна. Потому что несколько месяцев назад все узнали о том, что он пытается найти виновных в расстреле или ответственных за расстрел его прадеда в 1938 году. Денис Карагодин из Томска на этой неделе заявил радиостанции «Свобода», что в цепочке организаторов убийства оказались более 20 человек, включая руководители, исполнители и соучастников, вплоть до водителя черного воронка. То есть он добился своего. Он подавал запросы в различные совершенно инстанции, в управление ФСБ, в других архивах и так далее. И везде, как он утверждает, дело заканчивалось формальными отписками. Только через несколько месяцев ему удалось заполучить акт расстрела в управлении ФСБ по Новосибирской области. Отвечая на вопрос о том, почему ему прислали подобный документ, собеседник портала предположил, что запрос был сформулирован крайне точно, я тестирую сейчас не за руком. В нем содержались данные не для рядового человека и даже не для каждого историка. Смысл этой истории для нас в том, что вроде бы расследование смерти своего родственника, которое случилось много лет назад, выглядит абсолютно бесперспективно сейчас. Потому что российская бюрократия не справляется с текущей работой, уж точно не будет заниматься выяснением того, что там случилось в прошлом, а уж тем более, если это связано с преступной деятельностью государственных властей в отношении твоих родственников. Этому человеку удалось, казалось бы, невозможное, просто потому, что он не оставлял попыток и шел к своей цели последовательно, но не сбавляя оборотов. Вот знаешь, он, конечно, действительно настоящий герой, но я задаю вам вопрос обоим. А какие должны быть политические последствия или любые другие последствия того, что он выяснил, кто преступно и незаконно по навету расстрелял его родственника? Надо ли каким-то образом проводить заочные суды над теми, кто расстреливал теперь? Или что? Нет, не надо как в Одессе отвечать вопросом на вопрос. Я не знаю. Какие политические выводы могут быть? Выводы для конкретного гражданина Дениса Карагодина. Я думаю, Денис Карагодин прекрасно знает все про страну, в которой он родился. Он знает, что там расстреливали тысячами, десятками, тысячами, сотнями и миллионами. Ну, а что можно узнавать? Что мы можем узнать из этой истории? Соломин рассказывает о том, что человек проявил определенное упорство и добился своей цели. Узнал, кто причастен. Нет, я ценю то, что рассказал Соломин. Я вообще люблю Соломина. Он прекрасно, он сказал прекрасный монолог. Вообще замечательный. Он про настроение почему-то, я не знаю. Но он рассказал, а я спрашиваю, какие должны быть политические последствия? У кого? Для кого? Какие выводы Путин должен знать из этой истории? Не знаю. При чем тут Путин? Это одна маленькая частная история, которая подтверждает, что людей расстреливали просто так. Она важна, я вам объясню. Она, эта маленькая частная история, важна своим размером и частностью. Почему? Потому что, если вы говорите о политических последствиях, если Владимир Путин будет еще раз извиняться за преступления советского режима. Кстати говоря, он неоднократно упоминал о том, что не все там так чисто и гладко. И события на Бутовском полигоне, например, на него, насколько я знаю, произвели очень сильные впечатления. Если президент страны возведет это в общий уровень, советское руководство ответственно за преступления, то это сделает это заявление ничтожным. Вот как раз важно то, что мы знаем конкретно имена этих людей, точнее он знает, Денис Карагонов знает тех людей, которые убивали его прадеда. Важно как раз таки, что конкретная ответственность нашла конкретных людей. Да? И все? Да. А можно делать для меня личное голосование? Да, давайте. Давайте только сказать. Каждый, кто сейчас выносит несправедливые решения, должен понимать, что и его фамилия может оказаться в подобных списках. Как раз тот, кто выносит сейчас. Пожалуйста, вопрос. Должны ли быть лишены воинских званий и наград посмертно те, кто участвовали в противозаконном убийстве родственника Карагодина? Если должны, 660-06-64, не должны, 660-06-65. Голосование пошло. Должны ли быть лишены воинских званий и наград те, кто участвовал в убийстве родственника Дениса Карагодина, о котором мы сегодня говорим в рубрике «Герой недели». Посмертно. Посмертно, конечно. Если должны, 660-06-64, не должны, 660-06-65. Я думаю, в этой теме мы еще останемся, только давайте перерыв. Да, да, я объясню потом, почему. Продолжаем. Марина Лелякова, звукорежиссер. Алексей Соломин, Алексей Нарышкин, Матвей Гонопольский. Так вот, если позволите, значит, я вот что сказать хочу. Вот я попросил сделать опрос, который звучит так. Ну, прочитаю его, собственно, там все есть. И я понял, почему это важно. Должны ли быть посмертно лишены воинских званий и наград убийцы родственника Дениса Карагодина, о котором мы говорим сегодня в нашей программе, и поместили его в рубрику «Герой недели». 88% слушателей считают, что должны посмертно их лишить наград и званий, 12% другой точки зрения придерживаются. Я считаю, что, конечно же, не должны, потому что просто так лишить званий нельзя. Вы же понимаете, что это история, это все было. Нет, должен быть суд. Черт знает сколько лет назад, кто этим будет заниматься. Нет времени, подождите, мы не можем разбираться с нынешними нашими проблемами. Подумайте о... Нарышкин, это не мой вопрос, и это не вопрос Карагодина. И это не вопрос тех миллионов людей, которые пострадали и имеют расстрелянных родственников. Какое, черт побери, имеет значение, с чем там не может государство справиться? Не может справиться, пошли они все вон. И пусть уступят тем, кто может справиться. Вот вы сказали фразу, даже не подумав о ее смысле. Тем взбесили меня, и поэтому я сделал вот это голосование. Потому что вы юные и прекрасные. И для вас это вот такая история, что умер-шмумер, лишь бы был здоров. Соломин сказал потрясающую фразу. Он сказал, ну какие последствия? Ну вот нынешние будут знать, что и что-то он там такое сказал. Да плевать им, если то, что произошло в нашей истории, не будет иметь последствий. Поэтому, если бы состоялся суд военной прокуратуры, который быстро выяснил бы все обстоятельства. А обстоятельства, они же тут стандартные. Оговор, тройка и расстрел. И если бы эти люди, которые приняли участие в этом расстреле. А вдумайтесь, они там, вы знаете, они расстреливали по 200-300 человек в месяц. Если бы эти люди, а извините, у них на памятниках награды. Дома там детям, внукам рассказывают, какие замечательные дед был там и так далее. Вот если бы было сказано, что конкретный Пупкин, Тютькин лишены воинских наград и всех званий. То тогда бы те, которые сегодня вытворяют, они бы поняли, что они уйдут в мир и в тот наш мир. Им бы стало стыдно, и они бы не делали гадости, которые сейчас делают. Объясняю, потому что люди благо имеют за своих умерших вот этих так называемых героев. Благо имеют, благо. Скидки на коммунальные услуги и прочие, прочие, прочие. Еще раз, смотрите, сколько человек, по-вашему, просто назовите примерную цифру, погибло от незаконных дел в результате расстрела? Цифра, конечно, есть. Говорят, что от 300 тысяч убито до миллиона. От миллиона, хорошо. Сколько человек участвовало в фабрикации дел, непосредственно в расстрелах? Мне по барабану сколько? Нет, не по барабану. Вы хотите, чтобы генеральная, какая там, военная прокуратура занималась вот этими делами. Чтобы она по каждому делу, наверное, в идеале вынесла решение. И чтобы мы этот вопрос исторически закрыли. То есть вы хотите подкинуть им работу. Либо они будут делать это несколько веков подряд с нынешним количеством сотрудников, либо давайте увеличивать их штат. Будет у нас отдельное ведомство, которое будет заниматься историческими делами. Вы готовы отдельно, вы готовы, чтобы из ваших денег, из вашего кошелька брали дополнительно деньги, налог. На увеличение штата Следственного комитета или прокуратура. Почему я должен за это платить? Вы из-за зарплаты Сечина тоже немножко возьмете. Послушай меня, послушай меня. Либо ты не понимаешь, чего ты такое говоришь, либо ты безжасный. Ну, потому что у вас какие-то утопические, еще раз, у вас утопические рассуждения. Вы мечтатель, вы мечтатель. Вы хотите жить в хорошем государстве, где государство будет разбираться конкретным кейсом одного человека. Никто не будет разбираться. Нашел он фамилию, вот и слава богу, все. На этом нужно успокоиться. Вот почему ты живешь в дерьме. Потому что ты, вместо того, чтобы требовать от государства выполнения своих обязанностей, ты оправдываешь то, что происходит. При этом я хочу радиослушателям сказать, что это у нас не игра. Он действительно в эфире, зная, какое бабло в государстве и как оно ходит туда-сюда, назвав героя Карагодина, героем Карагодина, который пробил эту систему и нашел всех своих родственников, а там нашел, кто убил его родственника, находит новые и новые оправдания, чтобы эти убийцы лежали со всеми наградами, а внукам их и правнукам говорили, какой у них был замечательный дедушка Геннадий. Еще раз, я призываю вас не мечтать понапрасну, не тратить силы на это. Понимаете, а кто-то сидит, слушает нашу радиостанцию, наш эфир, или кто-то сидит перед Фейсбуком и думает о том, как бы было хорошо, чтобы Путин ушел. И вот он дальше представляет, а в Кремль придет Навальный, а потом будут у нас тратить сады везде. Зачем мечтать понапрасну, зачем время тратить? Я вам объясняю, что то, о чем вы говорите, это нереализуемо. Никто не будет заниматься осуждением, заочным осуждением вот этих вот каких-то региональных чиновников, которые 80-70 лет назад вот и расстреливали. Я родился в 1953 году, поэтому не надо меня учить, где мне мечтать и как. Кроме того, это не мечта, это политическое требование. И вот мы говорим, очищение общества. Я считаю, что общество должно очищаться ровно так. Внуков тех, кто расстреливал и писал эти дела, что с ними сейчас делать? Ты хочешь меня, словечко, победить? Нет, ну их тоже в тюрьму. Ты хочешь меня, у вас не получится? При чем тут они? Нет, ну а что? Вы что хотите? Надо прочитать вопрос еще раз хочешь. Лишить воинских званий. А если не было воинских званий? Как это не было? Это важно, что какой-то там, я не знаю, красный офицер, он лишится... Можно я вас прерываю? Он посмертно лишится какого-то звания. Звания полковника. Мы закончили этот разговор. Мы закончили этот разговор. Переходим к следующему. Не, не переходим. Я хотел сказать... Ну иди ты, а. Я хотел сказать очень важную вещь. Денис Карагодин не единственный человек, который может вот так глубоко копаться и копать историю своих родственников, добиваться правды. У меня в программе «Своими глазами» была Елена Коренева, актриса. Она тоже рассказывала. Можете просто эфир найти, почитать. Она рассказывала, как искала деда. Своего деда, которого в Москве арестовали. Потом он уехал в тюрьму и там умер. И вот она тоже описывала подробно процесс весь. Как можно писать в различные управления ФСБ региональные или федеральные, различные жалобы, запросы. В итоге она узнала эту информацию про своих родственников и помогала мемориалы и последний адрес. Вот знаете, инициатива, в том числе Сергея Пархоменко. Вот таким образом, то есть и Денис Карагодин, и Елена Коренева, и десятки, я думаю, сегодня других людей, они уже смогли добиться какой-то правды. Тоже ищите, пожалуйста, прилагайте какие-то усилия, направляйте запросы. Это можно сделать. Если вас волнует судьба ваших родственников, тем более если у вас, мягко говоря, вопросы к справедливости их осуждений и так далее, ищите документы. Ну при чем здесь это? Ну при чем здесь это? Вы очень умно, да, очень умную поставили точку в теме. Хорошо, давайте дальше пойдем. В Псковской истории, где подростки то ли сами себя убили, то ли погибли при штурме бойцов Росгвардии, много различных фигурантов и людей, которых можно было бы назвать редисками, но недостаточно пока показаний различных сторон. Но есть люди, которые уже не стали просто молчать, не стали стоять в стороне, а отреагировали, предложив очередной, мне кажется, бред. Вот Мизулина, например, Елена Мизулина, сенатор в Совете Федерации, она предложила ограничить шутеры, компьютерные игры. То есть вот она увидела в этом проблему. Молодые люди, по ее мнению, видимо, наигрались в какие-то стрелялки, и потом вот произошло то, что произошло. Нехорошая вещь, которая очень часто повторяется. Вот самые такие парламентарии наши, какие-то, не знаю, чиновники различных уровней, чуть что происходит, вот они реагируют как только могут, чтобы, не знаю, повысить свою цитируемость, чтобы что-то еще, какие-то заработать политические очки. А зря ты так думаешь. Сейчас очень у многих людей есть по этому поводу подобные же мысли. Я имею в виду, может быть, не только о шутерах, но и многие обсуждают, не следует ли, не проблемой ли является перископ, например, где в прямом эфире многие подростки транслируют свою жизнь. То, что у них есть, что они могут сделать в таком возрасте. В общем, набор достаточно предсказуемый, в том числе вот эти вещи. И подобные разговоры, они есть. И да, в данном случае, при всем том, что Мизурина, с моей точки зрения, естественно, еще любой повод для лишнего упоминания, но в данном случае она, к моему большому сожалению, отражает как раз-таки эту тему, эту поднявшуюся в разговорах тему. Я просто хочу, если кто не знает, процитировать Елену Мизурину, потому что она сама у себя пишет на сайте. Специалисты в области детской психологии не на шутку обеспокоены в связи с шутерами. Игры-стрелялки стирают психологический барьер между реальностью и виртуальным миром. Изначально они были придуманы для внимания американских военных, как часть тренировочного процесса. Ребенок пребывает в полной уверенности, что это только игра, в которой у него несколько жизней. Тут вот в этом комментарии все замечательно, потому что была возможность приплести и американцев. То есть, понимаете, американцы косвенно виноваты в том, что произошло в Пскове. Так можно, знаете, доводить до абсурда и говорить, что советские разработчики игр тоже виноваты в чем-то. Потому что мы помним замечательную игру, даже в моем детстве она еще была. Где? Нет, зачем? Где волк бегал из корзины и ловил яйца. Это что же такое? Призывало детей к порче продуктов. А если вот он не промахнулся, яйцо упало мимо... Кстати, есть статья, в которой, естественно, с патриотических позиций рассказывается, что еще в 60-х годах, если я не ошибаюсь, в Советском Союзе придумали интернет. Ну, то есть, понимаешь, интернет как средство общения электронно-вычислительных машин. Тогда они так назывались. Но, поскольку не было целей и не было денег, то как-то бросили. Поэтому, конечно, я понимаю, что Трамп виноват и Обама чмо. Но, тем не менее, получается, виноват Советский Союз, который это придумал. Ну, давай зададим вопрос нашим слушателям. Не пиарить же Мизулину. Она себя сама пропиарит новым законом, где будет все запрещено. Поэтому я уделять в моей программе и внимании не хочу ни минуты. Вопрос, на который я вас попрошу еще ответить. Но сначала слушатели. Кто отвечает за поведение детей в социальных сетях? Потому что в псковской истории социальные сети были активно задействованы. Инстаграм, куда фотографии выкладывали, перископ, где трансляция велась того, что происходило в этом доме, в поселке. Кто отвечает за поведение детей в социальных сетях? Государство 660-06-64 или Родители 660-06-65? Голосование. Процесс пошел. Тут, наверное, имеет смысл сказать в первую очередь. Понятно, что ответственность, она как бы общая. И государство со своей стороны может что-то сделать, и родители. Но, тем не менее, кто отвечает за поведение детей в социальных сетях? Государство 660-06-64 или Родители 660-06-65? Матвей Юрьевич. Ну, тут тяжелая история. Дело в том, что мы, когда готовили эту тему, ее коснулись. Я хочу признаться нашим слушателям, что мы довольно долго обсуждали, как ее касаться. Дело в том, что говорить об этих подростках, все-таки действует такая история о умерших. Либо хорошо, либо ничего. Это раз. Собственно, поэтому я молчу, чтобы все понимали. Да, ну, вот видишь, ты заявил, что у тебя есть там какая-то позиция, ну, пусть она останется при тебе. Мы договорились. Вторая история заключается в том, насколько мы можем что-то говорить. Мы все-таки не лайф-нюс и не вот эти вот уродливые, блевотные передачи на государственных каналах, где приглашают всяких родителей убитых и умерших детей и заставляют их там обнажаться, фигурально говоря. Уж не знаю, почему эти родители приходят. Я не имею в виду этот случай. Я говорю вообще. Но сказать вам, вот если вообще говорить, да, вот знаете, ребята, есть такая история, вы, наверное, видели американские фильмы, когда Пентагон, там, ну, овальный кабинет, там сидит президент, сидит, и там сидит обязательно министр обороны. И он говорит, дайте мы туда введем армию, куда-то там, в какой-то город. А ему говорят, армия в последнюю очередь, потому что мы понимаем, что армия это даже не внутренние войска. Те хоть разбираются и больше похоже на полицию. А армия, вот она вошла танками и все. Так вот, наша дума и Мизулина, они как армия в маленьких городках. Они массовая бомбардировка абсурдом, массовая бомбардировка запретительства. Но мне все-таки кажется, то есть не смею ни секунды и ни в чем осуждать родителей этих детей, я их просто не знаю. Поэтому наш вопрос носит общий характер за все ответственные родители. Это я говорю. Потому что вот сидят у меня Катя и Саша в интернете, не важно как, но я знаю, на какие сайты они ходят. Я знаю, это очень просто посмотреть, как вы знаете, в истории, в браузере. Если они ходят, да, они там ничего не стирают. Кроме того, ну и так далее, и так далее. Я не буду рассказывать, как шпионить за своими детьми, но мне кажется, на родителях лежит огромная ответственность. В это непростое время, когда в интернете ребенку интереснее, чем с родителями. И этому надо не то, чтобы противостоять, но это надо учитывать. Голосование. Итоги. 80% слушателей считают, что больше ответственность за поведение детей в соцсетях лежит на родителях. Это, кстати, знаете, такой привет тому же Роскомнадзору и другим органам, которые, ну и депутатам, сенаторам, которые принимают ограничительные инициативы в интернете. Мы запретим этот сайт, потому что, не знаю, там показывают геев, здесь показывают порно, здесь рассказывают о том, как убить себя правильно. Так вот, это же все в родительских руках. Родители должны сначала выполнять роль этого фильтра, а потом уже государство. И слушатели это подтвердили сначала в семье, в семье вот эти барьеры. Видимо так. Давайте дальше пойдем. Я понимаю, что государство здесь при чем. Вообще не понимаю, зачем вы его сюда включили. Сталан выступил. Все, давайте, ему все равно, несмотря на договоренность, надо сказать. Я знаю, что вы мне дадите слово, знаю. Да, поехали. Да, 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 поехали. Это программа Гонопольская и ее рубрика «Возвращение блудного Киселева». Ангела Меркель заявила, что хочет идти на четвертый срок, в четвертый раз стать канцлером. И об этом сегодня Евгений Киселев. Год назад, в декабре 2015 года, журнал «Тайм» избрал Ангелу Меркель персоной года и напечатал на обложке ее портрет с очень точной подписью «Канцлер свободного мира». Действительно, именно Меркель развалила на свои женские плечи груз лидерства всего Запада, тащить которой явно не хотелось Обаме. Да и, пожалуй, не под силу было. Именно Меркель спасла Грецию, которая терпела финансовый кризис. Именно Меркель организовала сопротивление российской необъявленной войне против Украины. Именно Меркель стала лидером Европы, когда старый континент захлестнул иммиграционный кризис, волна беженцев с Ближнего Востока. Меркель делает ставку на свободу, толерантность, человеколюбие. И это не случайно, ведь она единственная из всех лидеров Большой Семерки, которая на своей шкуре испытала, что такое жить в несвободе, что такое быть гражданином тоталитарного государства. Больше половины жизни канцлера ФРГ прошли за железным занавесом в бывшей ГДР. В марте 2001 года в Берлине я единственный раз видел Меркель вблизи и немного общался с ней. Был я там в составе делегации руководителей российских СМИ. Мы тогда встречались практически со всеми ведущими немецкими политиками, журналистами, комментаторами. И многие снисходительно говорили нам о Меркель, что она временный лидер партии, которая пробудет на этом посту до тех пор, пока ХДС, ХСС не найдут настоящего лидера. Она и вправду была застенчива, неприметна, угловато, в ней явно отсутствовала харизма. Но дальше случилась волшебная сказка про гадкого утенка, превратившегося в прекрасного лебедя. Угловатая, некрасивая, застенчивая дочь лютеранского пастора из-за железного занавеса, разведенная протестантка в партии, где чуть ли не половину составляют убежденные католики, совершила чудесное превращение. Появилась и своеобразная харизма, и стиль, и уверенность в себе, раскрылись качества лидера. Ведь настоящий лидер – это тот, кто способен вести нацию в том направлении, куда она поначалу не очень-то и хочет идти. Ангела Меркель, вне всякого сомнения, прямая наследница западных политиков, больше всего сделавших в 20 веке для защиты свободы и демократии. Уинстона Черчилля, Рональда Рейгана и Маргарет Тэтчер. Недаром кто-то назвал ее «Тевтонской железной леди», что в каком-то смысле, на мой взгляд, в каком-то смысле звучит совершенно несправедливо, потому что в сегодняшней Германии осталось очень мало всего «Тевтонского», начиная от того, сколько в ней терпимости, щедрости, человеколюбия и свободы, и кончая изящной, элегантной и легкой игрой, которую показывает сборная Германии чемпион мира по футболу. Победит ли на следующих выборах ангела Мерки, разрешать немецкому народу. Но кто-то вселяет в меня надежду, что она может еще на один срок остаться лидером Германии. Все. Евгений Киселев, да, это его комментарий. Давайте дальше идти. Это программа «Гонопольская». Итоги недели без Евгения Киселева. Не в фокусе. У нас мало времени. Новости есть интересные. Риджеп Тайпердаган, президент Турции, заявил, что Анкара считает присоединение к Шанхайской организации сотрудничества реальной альтернативой членству в Евросоюзе. Но тут надо просто напомнить, что Турция заявку на вступление в ЕС подала еще в 1987 году. Никакого прогресса пока нет. Ну, хотя прогресс и есть. Если вы помните, в последний раз были договоренности о том, что Турция разбирается с мигрантами, с беженцами, которые прибывают через Турцию и пытаются идти потом в Европу. И если Турция будет всю эту ситуацию переваривать, то сначала туркам отменят визы для путешествия в Европу, а потом, возможно, будет уже и вступление. Экспресс-голосование. Экспресс-голосование, да. Связанное с нашим путем. Какой путь развития предпочтителен для России, с вашей точки зрения? Если европейский, тогда 660-064. Если азиатский, тогда 660-065. Начался пройдет ваших голосов. У нас голосование про Россию, но отталкиваемся мы от ситуации в Турции. То есть, вот смотрите, Турция хотела 30 лет почти вступить в Европейский Союз. И им предъявляли различные... в Брюсселе им давали различный список требований. Вы должны сделать то-то, 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 то-то. Турция шла по этому списку, все выполняла. А тут Эрдоган, видимо, обиделся и решил, что вот не все, ладно, хватит. Давайте мы лучше будем смотреть в Азию, Шостом, замечательные страны. Казахстан, Киргизия, Китай. Китай, 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 Казахстан, Раша. Должен сказать, пока идет голосование, я смотрю, что время заканчивается у нас. Я хочу сказать, что куда бы ни пошел Эрдоган, его страна будет украшением этого Союза. Потому что Турция выпускает абсолютно все. Я когда-то написал в одной из статей, что для меня критерии высокотехнологичности страны, если страна выпускает свои туристические автобусы и свои лифты. Вот страны в основном избегают, маленькие страны, они избегают. Потому что вы знаете, что, например, выпустить двухэтажный туристический автобус, что там ничего не скрипело, лучше купить Мерседес какой-то или Вольво. Турция выпускает абсолютно все. Вот все, вообще все. Страна с потрясающей экономикой. Поэтому, конечно, дело Эрдогана, но куда они войдут и куда они пойдут, это будет вишенка на торте для этого Союза. 80% считают, что для России нужен европейский путь развития. 20% выбирают азиатский путь развития для России. Впрочем, это не нам и не слушателям, я думаю, решать. К сожалению. Время. К сожалению. Все. Алексей Соломин, Алексей Нарышкин, Матвей Гонопольский, Марина Лелякова. Спасибо вам, ребята. Мне с вами интересно. До встречи через неделю. Пока. Удачи. Субтитры сделал DimaTorzok